ВЧК, НКВД, КГБ, ФСБ Созданию комиссии предшествовала далеко не радужная история. В начале 1918 года контрреволюция начинает переходить к открытым актам преследования руководящих работников государства. 10 апреля на городском рынке разъяренная толпа напала на чрезвычайного комиссара Наркомата внутренних дел Республики Павла Соломко. Фактами из истории создания службы с нами поделился заместитель председателя Совета ветеранов и полковник в отставке Анатолий Семенович Лихарев. Павел Соломко пытался на городском рынке арестовать преступников, разграбивших военный госпиталь. Бандиты избили его, ранили. На эти события Москва отреагировала так, что были посланы три представителя Наркомата внутренних дел, чтобы помочь губернскому совету в строительстве новой власти. После проверки представители направили телеграмму в комиссариат внутренних дел, где сообщили. Симбирские белогвардейцы сильны, но пока опасности нет. Красноармейцев полторы тысячи, состав ненадежный. Совету необходимо временно для авторитета 50 или 100 латышей. Иначе чистка армии и комиссариата военных дел, безусловно, представляющие опасность, рискованно. События 10 апреля показали – необходимо создать специальный губернский орган, который бы не только пресекал и ликвидировал действия контрреволюции, но и предупреждал эти события. 21 апреля симбирский губисполком на своем заседании принял решение о создании комиссии по примеру центра, назвав ее «чрезвычайной следственной комиссией». В то время в состав комиссии вошло всего семь человек – сам председатель и бывшие работники комиссариата юстиции, внутренних дел и военкомата. Губернская ЧК сыграла важную роль в укреплении советской власти. Полную историю региональных спецслужб не знает, наверное, никто. Сама служба этих людей связана с секретностью, и даже спустя век обстоятельства их жизни необходимо восстанавливать по крупицам. Сегодня у ФСБ России по Ульяновской области занимается контрразведывательной, пограничной деятельностью, борется с терроризмом и особо опасными формами преступности. Дарья Сударева, новости Ульянской правды.